приветствую всех на моем канале и в этом ролике мы поговорим что такое первичное приложение токенов IGO то есть gamify проектов и на данный момент обычные разработчики организуют IGO через платформы для запуска токенов как правило чтобы в них инвестировать участники должны заблокировать нативный токен платформы на неопределенный период и в зависимости от проекта участники могут получить ранний доступ к игровым токенам или NFT соответственно как вообще работает первичное приложение первичное приложение это способ получения капитала для проектов игры на блокчейне он похож на ICO первичное приложение монет однако участники IGO могут получить не только токены но и ранний доступ к продуктам игровым проекта и также поддержать разработку игры и в IGO включают мистери бокса персонажей скины аксессуары и оружие другие предметы в настоящее время существует несколько IGO платформы это Binance NFT, Biscanspad, Trustswap и Engine Starter они имеют разные условия для IGO но обычно инвесторам необходимо привести нативный токен на платформы например чтобы принять участие в IGO на Binance NFT нужно иметь определенное количество BNB в кошелке то есть вы охладите токены допустим BNB или там на Bybit и соответственно у вас идет участие в проекте после приобретения токенов участникам необходимо заблокировать их в пули на неопределенный период в зависимости от алгоритма распределения количества заблокированных токенов они получают токен проекта или NFT для выбора победителя Binance NFT использует механизм подписки то есть чтобы все участники имели равные шансы получить NFT активны от IGO иногда участники должны некоторое время удерживать игровые токены как это есть сейчас в проекте Волкин на Bybit вы держите токены BIT 50 токенов BIT до 21 июня и соответственно путем подписки уже Binance или Bybit смотрят на победителей в лотереи в чем различие между IGO, ICO, IEO и IDO в мире криптовалюты существует несколько способов сбора средств обычно это делается путем первичного предложения монет от ICO первичного биржевого предложения IEO и первичного децентрализованного предложения IDO эти виды краундфандинга похожи но все же имеют некоторые различия ICO это первый способ сбора средств криптовалюты им пользуются разработчики блокчейн проектов чтобы привлекать финансирование за счет использования криптовалют ICO применялся в блокчейне Ethereum еще в 2014 году и ICO позволял проектам получить финансовую поддержку IEO это ключевое отличие между первичным биржевым предложением и другим предложением заключается в том, что IEO размещается не разработчиками проекта напрямую, а криптовалютной биржей то есть вы это можете увидеть на Binance и на других launchpad IEO это ICO размещено на децентрализированной бирже IEO были созданы с учетом недостатков ICO и IEO например запуск токенов проекта на децентрализованной бирже обычно обходится дешевле по сравнению с IEO а также обеспечит мгновенную ликвидность какие общие советы для участия в ICO как и в случае с любыми инститциями нет гарантии что ICO принесут прибыль прежде чем вкладывать средства обязательно проведите собственное исследование как это делал в прошлом ролике в обзоре проекта BotPlanet например найти сайт социальной сети игрового проекта проанализируйте токеномику и посмотрите сколько и как участвуют людей в проекте как принять участие в ICO на Binance NFT в ICO на Binance NFT можно получить эксклюзивные внутриигровые активы коллекции NFT из множества игровых проектов Binance NFT пользует уникальный механизм подписки гарантирующий пользователям равные возможности участия в ICO вам необходимо войти на аккаунт Binance на страницу Binance NFT нажимать на баннер проекта на странице подписки можете изучить все детали и чтобы принять участие вам необходимо одержать сумму в BNB ICO на Binance состоит из четырех этапов подготовка, подписка, расчет, распространение чтобы знать больше о действиях на каждом этапе вы можете ознакомиться на сайте на этом у меня все спасибо за внимание и подписывайтесь на канал ставьте ролику лайк пишите комментарии и увидимся в следующем видео удачу